Звучит музыка. Звучит музыка. Звучит музыка. Я, ребят, спрашиваю, вы сегодня черёмуху ели? С наверением повезти их на черёмух. Они говорят, ели где? Давай объяснять, возили в кучу. Я думаю, куда возили. На костёр, оказывается, возили в селосные ямы. И там внутри селосные ямы, вот смотри, мигом нашибали, сколько черёмух. Да большая, сладкая. Ну, я сказал, быстренько, Нестор мне велосипед подогнал. И сейчас мы успели следовать. Вот и минуты-две ходу. Вот вы, наверное, долго-то были, Никита, а ты не сказал. Ты стал ставить на что-то другое. Кто? Я говорю, почему так долго были? Ты же не сказал, что черёмуху и поели. Да какое мы по ходу дела? Я даже не останавливался. Мы ехали, захватили пару веток, и всё. Да я не обвиняю, я просто... Да я тоже не оправдываю. Мы ехали, пару веток сорвали, да, поели. А что такое дом-2? Это первый у нас дом Владимира, а второй Никита, или как понимать? Скинули сейчас, говорит, Никита, иди в дом-2. Он и авиатор в дом-2. Советует. Значит так, вопрос. У нас дети все обязаны, согласно уставу, в лагере было работать 4 часа до обеда. После обеда иногда нам что-то требовалось срочно. Вот когда мы шкурили, и поэтому им было сказано, завтра, сколько ты сейчас работаешь, столько ты завтра будешь отдыхать до обеда. Но нигде не лезь. Кто будет работать, а ты будешь лезть и тебя заставят работать. Так, ты во вторую после обеда у нас там на запрудах был? После обеда? После обеда. До обеда-то так. Вы, Луня, просто обязаны работать, тем более вы бесплатно живете в Китае у вас. И после обеда ты работал там, где-то на прудах первом, втором или на шлюзе? Да, работал. На второе? Да. После обеда. И сколько раз, по сколько часов? Два раза. Два раза? Да. А сколько часов? Так, до девяти. Ну? Он до ужина работал. А? До ужина с нами работал. Ну сколько? Мне в часы нужно количество часов. Сколько часов ты работал? И оба дня по одинаковому или не одинаково? Нет, не по одинаковому. А? Не по одинаковому. Ну а всего сколько часов? Не добьешься еще. А? Ну сколько часов ты работал во вторую смену? Четыре часа. Так назовем. Мне нужно знать. Давал тебе отдыхать или не давал? Сколько часов ты работал? Восемь. 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 Держи. Тебе зарплату. Держись. Восемь. Вот это зарплата ему. Спасибо. Что у нас все учитывается. У меня денег. Да нет. Завтра обещали. Как Алексей дозвонился. Вроде бы хороший. Привезут щебень. А что у меня сразу 36 тысяч должен готовить. Ну и все. Сильно я недоволен тем, что пасти туда, по второму мостику. Одна анфиса. Одна. В поле одну не отправишь. А с коровами, если рядом, можно с овечками. Но корова, наоборот, привлекает только внимание. Это одна девчонка. Я сколько лет говорил об этом никак. А как? Я не знаю как. Посылать не надо. Вы сами решайте. Если у вас или мальчики есть, или родители, или мать послать за стол.